Осенняя сессия для чебоксарских депутатов началась с изменений в составе. Вместо Алексея Никитина туда вошла Ольга Васильева. Рассмотрели депутаты также проект решения сокращения времени публичных слушаний и голосований по вопросам землепользования и застройки Чебоксарского городского округа. Изменилось федеральное законодательство и надо привести в соответствие нормативные акты. Вместо прежних сроков от двух до четырех месяцев теперь на рассмотрение дают от одного до трех. Проект поддержали. Почти на 13 миллиардов рублей вырастут доходы столичного бюджета в текущем году. Деньги направят разные сферы, в том числе в область жилищно-коммунального хозяйства, на оснащение приборами видеонаблюдения территорий многоквартирных домов, культуру и спорт. Личные приемы граждан уже проверенный инструмент, с помощью которого работает обратная связь. Жители столицы могут напрямую обратиться к представителям законодательной и исправительной власти, чтобы решить актуальную проблему. Такую встречу провел глава столицы республики Евгений Кадышев. Нехватка места в детском саду, работа общественного транспорта, вопросы урегулирования границ земельных участков – вот лишь часть озвученных тем. Ольга Степанова сетует на то, что в новом детском саду не хватает мест для всех юных жителей микрорайона Новый Город. А добираться в город часы пик проблематично. Других вариантов не предлагалось, и мы были вынуждены тогда согласиться. В Ново-Южный район ездит только единственный маршрут, это 33-я маршрутка. Наш перевод не рассматривает вообще. Проблему молодой мамы глава муниципалитета пообещал оперативно решить. Будем искать выход, найдем выход, будем помогать тебе. Буду сам смотреть, звонить буду и звать их всех, вызывать на помощь. Вопрос с местом в детском саду городские чиновники взяли под контроль. Из 20 ожидающих очереди 17 малышей уже получили свое место в детском саду. Что касается молодой мамы Ольги Степановой из Нового Города, ее вопрос на стадии решения. Как оформить участок под огородничество? Этот вопрос волнует Николая Кузьмичева. Вот уже пять лет он в частном секторе рядом с домом обрабатывает две сотки бесхозной земли, но в собственность его получить не может. Пять лет назад я написал заявление в администрацию с просьбой разрешить мне огородничество на этом участке. Мне написали, что разрешаем вам огородничество, занимайтесь, это не противоречит никаким нормам по земле и поэтому. Еще сказали, что пока занимаетесь огородничеством, пять лет пройдет, именно тогда вы уже пишите в собственности. Сейчас написал снова заявление в администрацию с просьба присоединить этот участок, две сотки, к своему участку. Мне отказали, якобы на этом участке можно сформировать отдельный участок и отдать его кому-то или на аукцион выставить. Ну, такой ответ, я считаю, не мотивированный. Специалисты земельного контроля дали грамотные разъяснения о порядке оформления необходимых бумаг. Еще одна просьба граждан касалась корректировки маршрутов общественного транспорта. На приеме поступило предложение продлить маршрут троллейбуса номер один до микрорайона Новый город. Поступившие вопросы взяты под контроль, для их решения будут задействованы все необходимые силы. Благодаря оперативной совместной работе всех заинтересованных сторон удалось решить вопрос нехватка общественного транспорта для самых юных граждан. В столичном парке школьных автобусов пополнение. С начала октября в рейс вышел современный вместительный Волгобаз. В Новом городе в этом учебном году прибавилось учеников начальных классов. Большинство из них учатся в 33-й школе. Добираться ребятам не слишком удобно. При поддержке руководства республики проблему решили быстро. С 4 октября на маршрут Новый город 33-й школы вышел автобус большой вместимости Волгобаз, рассчитанный на 42 человека. Первоклассников мы довозим уже с начала нового учебного года до школ. Сейчас появилась возможность подвозить большее число детей младшего возраста до школы. Новый автобус будет перевозить учащихся 33-й школы и заодно заезжать в 23-ю школу. За утро автобус совершит три рейса. На всей протяженности маршрута с детьми находится сопровождающий. Мы очень рады. Автобус приезжает прямо сзади дома. Очень удобно. Много дороги переходить не нужно. То, что у нас появился автобус такой большой, удобный для детей, это очень для нас удобно. Мы очень рады. Мы все успеваем. Необходимость перевозки вскоре отпадет сама собой. В 2020 году планируется открытие школы в микрорайоне Новый город. Это будет самая большая школа в городе, рассчитанная на 1600 учеников. Транспортную поддержку получит и микрорайон Садовый. С 10 октября два автобуса марки ПАЗ будут перевозить первоклашек до школ номер 12 и 64. Управляющая компания Байконурсервис, под чьим крылом многоэтажки, никаких шагов по устранению недостатков не делает. Решение вопроса взяли под контроль депутаты городского собрания. Проблемы дома 15 по улице Академика Королева копятся, как снежный ком. С 2011 года шли судебные тяжбы по поводу несанкционированного строительства между застройщиком и администрацией. И даже когда дом по решению суда все-таки ввели в эксплуатацию, злоключения собственников не закончились. Под срывом оказалось начало отопительного сезона 2019. По словам жителей, деньги за коммуналку они платили. А до ресурсоснабжающей организации средства не доходили. Видимо, осев в управляющей компании Байконурсервис. Самая основная проблема по данной организации на сегодняшний день – это наличие задолженности перед ресурсниками. То есть наличие задолженности за природный газ и за электрическую энергию. Прокуратура района держит на контроле. Данная работа у нас продолжается. Отопление людям, хоть и с опозданием, но все же дали. Сейчас в суде лежит иск от ресурсоснабжающей компании «Наука», которая задолжала более полутора миллионов рублей. Остро стоит и вопрос благоустройства. В районе нет ливневки. Есть проблемы с освещением и парковками. Насчет детской площадки – отдельная история. Тихон собрал всех дольщиков этого дома и поставил условия. Нужно собрать на детской площадке деньги. Я говорю, какие детские площадки? Мы же в договоре не указано. Кто не заплатит за детскую площадку, за благоустройство получается. Собственность никто не получит. Вот, пожалуйста, у меня чеки и квитанции. Но они у всех есть. 435 за квадратный метр. Получается, что в среднем с однокомнатной квартиры люди заплатили по 15 тысяч рублей. Отказались лишь некоторые, большинство вложились. Это было три года назад, а детской площадки в их дворе так и не появилось. Чебоксарские депутаты взяли под контроль решение проблемы. Выездное совещание они провели с жителями во дворе их дома. Комиссия начала работать. Работает она на основе тех документов, которые вы в эту комиссию поставили, дали. На основе этих документов будут формироваться все заявления, которые будут нужны обращение в МВД и прокуратуру. Теперь уже ваши обращения будут идти не лично от вас, не от группы людей, а будут идти от городского собрания депутатов. Подписаны будут их и председателем городского собрания депутатов, главой города. Городские парламентарии рассчитывают получить ответы от правоохранительных органов в течение месяца. После чего намерены созвать общее собрание со всеми сторонами конфликта. Чуть меньше месяца мы пригласим вас снова. Нам же нужно вернуть или деньги, какие-то вы собирали. Это первое. Второе. Тот комплект детских архитектурных форм, которые были закуплены, где они сейчас находятся. Он обещал, что на скариуме лежит. И он должен их или установить, или компенсировать. Жильцы же к этому времени решением собственников могут сменить управляющую компанию. Чтобы жить, а не выживать в своем районе. Мы будем следить за развитием событий и обязательно вам расскажем в следующих выпусках программы. Решать самые важные для городского хозяйства вопросы помогают и ветераны. Те, кто стоял у руля управления. Те, чьи опыт и мудрость помогают благоустраивать город и поныне. Обстоятельный разговор о делах насущных. Говорили обо всем, что волнует сегодня самых активных горожан. Ветеранов о перспективе развития города, о его благоустройстве, о здравоохранении. Причем эта встреча – инициатива самих гостей. Эти люди действительно оставили большой вклад в нашем городе. Они его строили, они его развивали. Возраст абсолютно непреклонный, возраст очень боевой. Ветераны не пожилые. Это активные горожане. Это и экономически активная часть наших жителей, политически активная часть наших жителей. Чебоксары идет на новый рекорд по строительству жилья. 430 тысяч квадратных метров. 9 тысяч новых квартир в 16 микрорайонах столицы республики. Благодаря комплексному подходу, участию в федеральных программах по стимулированию жилищного строительства, 7 тысяч чебоксарцев по программе «Пятилетки» из аварийного жилья переехали в новое благоустроенное. Еще одно направление, которое оценили ветераны – благоустройство общественных пространств. Московская набережная, Дорис парк, площадь перед храмом Рождества Христова, преобразились совсем недавно. На реконструкции Красная площадь. Город развивает свои зрители, так что вам большое спасибо и надеемся, что еще и веселее город будет и привлекает туристов. Еще одна тема – дороги. По нацпроекту ремонтируются и реконструируются участки столичных магистралей, тротуары и внутренние подъезды к домам, дворовые территории. Когда ты идешь к нему построенного дома, и там во дворе сделаны все необходимые для детишек игры и снаряды физкультурные, все все равны. Новые автобусы строительства центрального водопровода в деревне Чандрово, а еще новые детсады и школы. Участники встречи делились опытом, выступали с предложениями. И, конечно же, в память о юбилее столицы и благодарность за активное участие в развитии города четверым ветеранам были вручены медали. И еще одна новость месяца. В столице Чувашии состоялось первенство России по боксу на призы главы города Чебоксары. Более 160 участников из 28 регионов собрала неделя бокса на базе спортивной школы имени олимпийского чемпиона Валериана Соколова. Грамотная защита и точные хладнокровные удары. Семен Степанов из Свердловской области нападает боковыми на голову и корпус. Соперник в синем из Саратовской области отвечает не менее тяжелой техникой. Три раунда по две минуты. Уступать никто не хочет. В итоге в весе до 60 килограммов побеждает красный угол. Турнир мне очень понравился. Все проводится на уровне. Очень хорошие и сильные соперники. Бой мне дался трудно. Но мы с тренером готовились к трудностям и проходили этап за этапом. Пока одни на деле доказывают свою силу и превосходство, другие в разминочной зоне только готовятся к выходу на ринг. 14-летний Ваня Родионов держит удар уже 6 лет. За победой приехал из Стамбовской области. Стараюсь больше уделять время именно по страте, скорости, чтобы никаких сближений. Все на дистанции, все быстро, красиво. Соперники были по-своему хорошие. К каждому сопернику нужно подстраиваться. С кем-то самому работать первым номером, поддавливать. С кем-то наоборот, все надо работать на вторым номером. Пять дней выматывающих поединков, напряженный финал и вот он заветный кубок. Всего в первенстве боксировали почти 170 юных спортсменов из 28 регионов страны. Здесь сегодня была отработка наших мастерских школ. Здесь сегодня была отработка наших тренерских методик. Поэтому все-таки наши молодые, в основном ребята, посмотрели, как выступают такие серьезные мастера. И хотя мы заняли только 4 бронзы, взяли только 4 бронзы, 2 вместо юноши и 2 вместо взрослые, тем не менее, турнир, можно сказать, для Чебоксара удачен. Победители получили путевки на первенство России. И еще одна тема дня, о которой говорили депутаты. Жители просят защитить их от зеленого змея. Так называемые разливайки не дают им покоя. Вечер в увеселительном заведении в компании нетрезвых друзей сулит немало сюрпризов и не всегда приятных. Драки, шум и крики местным от такого соседства, пусть даже и законного, не сладко. Гости рюмочных и задержаны в отделениях полиции часто одни и те же лица. Попать много жалоб со стороны жителей. Да, со стороны жителей. У них органы МВД присылают отчет о том, что после посещения подобных заведений нарушение в городе. Проблема серьезная, сходу ее не решить. К поиску решения подключились депутаты городского собрания и народный контроль. Это вообще больная тема не только в нашем городе, но и в целом Российской Федерации. На предмет соблюдения закона о правах потребителя, на предмет соблюдения санитарных норм и правил тех или иных заведений, на предмет реализации продуктов питания, которые реализуются через вот эти все круглосуточные кафе. Хозяйка одного кафе называет его местом психологической разгрузки мужчин после работы. Она в этом бизнесе 17 лет. В Чебоксарах таких вот центров психологической разгрузки, в кавычках, с каждым годом все больше и больше. У нас в городе примерно около 40 семей так называемых поливаек, а библиотека в городе 18. Как вы считаете, это влияет на общее отношение граждан к этому вопросу? Я думаю, тут ответ сам по себе напрашивается. Конечно же, это очень сильно негативно влияет, особенно на подрастающем поколении, на молодежи, потому что доступность алкоголя, оно увеличивается. Продукты питания ничем не прикрыты. Возник вопрос и с приготовлением угощения для посетителей. Увы, однозначного ответа, откуда пироги, так и не прозвучало. В нашем случае замороженные десанты никто не отменял. Я на этот вопрос отвечать не буду. За 21 рубль стакан портфейна и конфеты. Такое угощение предлагают на этой точке. Вот только пирожки, вернее их срок реализации хранения, вызвал у контролеров много вопросов. Лежат они на витрине день или три, продавец понятия не имел. Выявили серьезные недостатки, связанные с выпечкой. Та выпечка, которая была сегодня представлена нашему потребителю, нашему посетителю, значит, все товарные ярлыки, которые были на той или иной выпечке, они, значит, не отображают срок хранения, срок реализации. И поэтому внешний вид не отвечал, не внушал уверенность в пригодности. С витрины выпечку убрали. Но где гарантия, что это единичный случай, и он не повторится? Необходим правовой инструментарий, чтобы выходить по жалобе жителей и пресекать деятельность таких заведений, утверждают участники рейда. Госдума сейчас рассматривает соответствующий законопроект. Идея такова – установить минимум площади торгового зала 20 квадратных метров, где можно реализовывать спиртные напитки. Инициативная молодежь города собирает подписи в поддержку этого законопроекта. Пока же все замечания, выявленные в ходе рейда, направят контрольно-надзорные органы. Найдется ли управа на разливайке, покажет время.